Доброе утро, дорогие друзья, подписчики, просто смотрящие канал Павел Иванов в хорошем настроении. Вы знаете, что я вас всех очень люблю, уважаю, ценю, верю в вас. Вместе мы сила. О чем хочется сегодня поговорить? Конечно же, о видео, которое записала Виктория Гарсей Берналь, которое было посвящено беспределу активистов в центре Москвы. Короткий пересказ. Люди, воевавшие в Донбассе, сделали некий видеоролик. Фильм, рассказывающий про Донецкий аэропорт, битва за Донецк, вот эти все дела. Такой документальный фильм. Выложили его на Ютуб, и на Ютубе он оказался заблокирован. Я, как человек, который давно и долго, можно сказать, профессионально занимается Ютубом, я могу доподлинно сказать. У меня очень много роликов, которые были блокированы. Это нормально. Почти всегда ролик, который заблокирован, например, монетизация на нем ограничена. Вы подаете встречное уведомление, и за несколько часов, максимум за день, оно рассматривается. Блокировки все снимаются. Если в ролике есть, например, чья-то музыка, защищенная авторским правом, или другой контент, защищенный авторским правом, например, часть новостей, если вы возьмете минуту или полторы минуты, все, что больше 30 секунд, добавите в ролик, то у вас тоже будет заблокирована не только монетизация, но вообще ролик может быть запрещен к показу. В общем, это обычная совершенно ситуация. Обычная. Но эти люди решили, что Ютуб таким образом осуществляет против них цензуру. Он ограничивает свободу слова. Эти люди, несмотря на режим самоизоляции, запрет на какие-либо массовые мероприятия, они собрались, пошли в центре Москвы к зданию представительства Гугла, зажгли там дымовые шашки, устроили пикет, стали требовать чего-то, хотя там люди, которые, вы поймите, Ютуб, он работает на автоматических алгоритмах. Решение о блокировке или не блокировке того или иного видео очень редко принимается конкретным сотрудникам. Почти всегда это делают автоматические системы. Если вот, например, на какой-то видеоролик, который проигрывается, на нем нет никаких ограничений, поступают сотни тысяч жалоб, то тогда да, тогда может быть какой-то специалист просматривает этот ролик, смотрит, что же там такого плохого, что вызывает жалобы, и тогда, может быть, конкретным сотрудникам принято решение удовлетворить эти жалобы. Я подозреваю, еще раз повторяю, сотни тысяч жалоб обычно копятся неделю или более долгий срок. То есть это из ряда вон выходящее событие, чтобы конкретный сотрудник мог на это повлиять. В обычной ситуации это делается автоматически. Но этим донецким бойцам это все оказалось нипочем. Они просто пошли и стали требовать, чтобы отменили цензуру, требовать незнамо кого, незнамо чего. Но это даже не самое главное. В нормальном государстве, если уж у нас депутатов от КПРФ Мосгордумовских арестовывали за то, что они 9 мая устроили шествие, у нас пикетчиков вчера арестовывали, которые пытались поддержать омбудсмена полиции, стоит пикетчик, вокруг него собралось 7 или 10 журналистов. Если собрались вокруг журналисты, это уже считается не пикет одиночный, а массовое мероприятие. Этот пикетчик собрал вокруг себя кучу народа, значит его можно задержать. Хотя пикеты у нас по закону, это единственный формат такого публичного мероприятия, которое не требует никаких согласований, одобрений, подтверждений. Ты можешь просто взять плакат, выйти в центр города, и ничего тебе за это не будет. Это по идее, по закону. Но вот люди, которые вышли с пикетом в защиту омбудсмена полиции, оппозиционера, они были задержаны. А люди, которые против гугла вышли, с дымовой шашкой, что вообще-то является нарушением общественного порядка, грубым нарушением общественного порядка в центре города, такое устраивать. И там был не один человек, а группа лиц. Им ничего не было. И самое интересное началось после этого. Когда Маргарита Симоньян и Владимир Рудольфович Соловьев начали из всех щелей вопить и орать о том, что «Ах, какие молодцы!» Отстояли свободу слова, показали этим проклятым пропагандонам-америкосам Кузькину мать, заставили их, потому что уже на следующий день блокировка была снята. Потому что это тоже нормальная деятельность Ютуба, как я вам говорил. Вы подаете встречное уведомление, что вы не согласны с блокировкой. Человек проверяет, если все нормально, блокировку снимают. То есть сама ситуация яйца выданного не стоит. Но на что нужно обратить внимание? Какие-то люди, которые имеют опыт участия в боевых действиях, считают себя вправе, так как они воевали на Донбассе, выйти в центр города, что-то требовать, несмотря ни на какие ограничения, предписанные законом, и они пользуются поддержкой государственной пропаганды в лице Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян. Вам это ничего не напоминает? Лично мне это очень напоминает то, что происходит сейчас на Украине. То, что происходит на Украине последние шесть лет. Та ситуация, когда в центре города так называемые волонтеры и активисты, активисти, как они там, они могут делать все, что угодно. Анатолий Шарий множество делал репортажи про то, как один ветеран боевых действий на Востоке, контртеррористических операций, как у них там это называется, там убивали людей, грабили. И когда им пытаются вынести честный приговор, собирается куча добровольцев, которые говорят, что же вы наших побратимов-то боевых обижаете. Их отпускают. Это массовое явление на Украине. В России, судя по всему, мы тоже идем к такому же массовому явлению. И у нас вместо какого-то левого поворота изменения в государстве приобретут фашистский характер. И вместо Путина ближайшее восстание с участием таких же донбасских ребят может привести в страну фашизм. Самый настоящий фашизм. Они еще сами не поняли, что стали фашистами. Но это так оно и есть. Вы можете декларировать все, что угодно. Но вы нарушаете закон. Вас прикрывает пропаганда. Слушайте, ну это один в один. Один в один ситуация с Украиной. О которой они так любят порассуждать. Те же Соловьевы и Симоньяны. Ребят, меня это лично очень настораживает и пугает. Второе, о чем хочется поговорить. Это Михалков. Таки досмотрел я его бесогоны последние. Тот самый, который без цензуры изъятий. И он произвел на меня довольно приятное впечатление. С одной стороны, Михалков использует далеко не проверенные... Он скорее выдвигает предположения. У него нет четких доказательств. То есть, когда вы смотрите передачи Михалкова последние, то нужно понимать, что это просто выражение беспокоенности какими-то вещами. Возможной вакцинации, возможной чипизации, возможным стремлением элиты к уничтожению населения и так далее. Пожалуйста, не относитесь к этому как к чему-то уже определенному, к тому, что вот это именно так оно уже и есть. У кого-то есть такие планы. Это не значит, что это осуществится. Даже если люди договорятся, элитка договорится именно этим и заниматься, например, чипизацией какой-нибудь, то совершенно не факт, что у них получится это реализовать, что они найдут квалифицированных исполнителей, разработчиков, ученых, инженеров, кто сможет это просто технически сделать. Но когда мы видим, кому оппонирует Михалков, а там Познер, там и Навальный туда же впрягся, кто там только не палил его по-моему. Вы знаете, я тоже делал по Михалкову разоблачающие ролики, но когда он выражает обеспокоенность и без разницы показушно или искренне переживает, стоит на стороне россиян, русского народа, вы знаете, я его в этом вопросе поддерживаю. То есть да, если бы у него были какие-то более весомые аргументы и доказательства, что-то большее, чем, о боже, сумма чисел на рулетке это 666, это все мировой заговор, если бы у него были более весомые вещи, то это, конечно, был бы совершенно другой разговор. Вот, тот же Герман Греф, любой пинок в сторону Германа Грефа, я могу ему только аплодировать и выражать свою искреннюю поддержку. То есть тут по принципу выбирая из двух зол меньше. Когда я вижу, какими аргументами поливают Михалкова и какими аргументами он бьет известных врагов России, то я в данной ситуации на стороне Михалкова. Мне очень интересно, что вы думаете вот об этих его последних роликах. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне просто интересно, что вы думаете обо всей этой ситуации, потому что я очень глубоко в нее не погружался. Я посмотрел там 4 или 5 роликов Михалков и как его критикуют, что ему ответил Шевченко, что ему ответил Навальный. Вы, наверное, видели больше роликов по этой теме. Вот мне интересен ваш взгляд. Может быть, я что-то упустил? Напишите в комментариях, и я почитаю. Надо разобраться, чтобы на будущее знать уже, что к чему. Спасибо, спасибо, друзья. На связи. До новых встреч. Пока.